Здравствуйте, меня зовут Ева, я организатор и представитель русского отдела новостей на южном корейском медиапортале Eiling News. На данный момент мы находимся в здании Kintex, это международный выставочный конференц-сал. Мы находимся на выставке GPR 2019, это крупная выставка для средних и малых предприятий, на которой представлены различные продукции, начиная от косметических средств до техники и IT-разработок. Я хочу представить вам нашу русскую медиагруппу, это популярный видеоблогер на YouTube Настя Гранбарев и репортер из Москвы с медиапорталом «Свободная пресса» Мария Бесчастная. Расскажите, пожалуйста, ваши впечатления о Корее и о выставке GPR 2019. Давайте с кого начнем, давайте с Настя. Ну, я в восторге от мероприятия, начиная от самой организации, от того, насколько здесь все удобно и структурированно расположено, даже несмотря на огромные масштабы мероприятия, очень легко найти какой-либо сектор, вообще ориентироваться здесь. В общем, все сделано для такого максимального удобства. И заканчивая с самой продукцией, которая здесь представлена, я нашла действительно много стоящих интересных экземпляров, как на выставке в целом, так и у компаний, которые я непосредственно оценивала. Я выделила у себя несколько фаворитов, бренды, продукцию которых я бы с удовольствием использовала в дальнейшем. Спасибо огромное, Эйвен Раше, за приглашение, за возможность быть частью в этом мероприятии. Спасибо за то, что приехали, Настя. Теперь вам слово. Мария. Я тоже первый раз в Корее, первый раз на подобном мероприятии в Корее. Для меня это был очень интересный профессиональный и личный опыт. Было интересно посмотреть, как такие события происходят у меня здесь. Я тоже очень впечатлена и масштабами мероприятия, и организацией, конечно, представленными здесь компанией. Потому что, как сказала Эва, здесь представлен очень широкий ассортимент, от косметики, игрушек, халатов до роботов, каких-то программных разработок. И очень интересно посмотреть сразу на все это в одном месте. И, кроме того, меня очень впечатлили сами участники выставки, то, как они охотно рассказывают, с каким жаром о своих продуктах, как они готовы предоставить всю информацию. Поэтому, надеюсь, это не последнее такое мероприятие нашего издания, нашего медиапортала в Корее. Большое спасибо Эвенк Ньюз, за то, что пригласили нас. Спасибо, Мария. На самом деле, корейцы очень заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Поэтому, я думаю, что мы будем почаще приглашать наших видеоблогеров, наших репортеров. И, надеюсь, это будет интересное, веселое, продуктивное совместное работа. Продолжение следует...